В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Самый добрый праздник лета. 1 июня весь мир отмечает День защиты детей. Детский телефон доверия. В молодежном центре работает горячая линия для подростков и их родителей. В Космобол на 5 с плюсом в Сарове завершился муниципальный этап спортивного чемпионата среди воспитанников детских садов. Далее расскажем обо всем подробно. Завершилось голосование за общественные пространства, которые будут благоустраивать в Нижегородской области по программе формирования комфортной городской среды в 2023 году. Участие в голосовании приняли более 10 тысяч саровчан. Жители города выбрали сквер на проспекте Мира-1. Напомним, в прошлом году наибольшее количество голосов также набрал этот объект. Работы первой очереди в сквере уже идут. Они включают в себя расширение и устройство дорожек, бордюров, цветников, высадку газона и прочее. Следующий этап реконструкции – благоустройство фонтана и центральной площадки. С заботой о самых главных людях 1 июня отмечают Международный день защиты детей. Поддержка семьи и создание условий для развития ребенка – приоритет в государственной политике России. Норма, закрепленная в Конституции нашей страны. В этот день во всех пришкольных лагерях, учреждениях дополнительного образования прошли праздничные мероприятия и флешмобы. Самое ценное и дорогое – 1 июня в мире отмечают День защиты детей. Первый раз его провели в 1950 году в 51 стране и с тех пор отмечают ежегодно. Эту инициативу поддержала Организация объединенных наций и объявила защиту прав жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности. В России, по данным Росстата, на 2021 год детское население составляет около 30 миллионов 300 тысяч человек. Надо их защищать от печали или от каких-нибудь неудачных случаев, например, когда они падают с велосипеда, с самоката. И еще надо радоваться родителям, что у них есть дети, и они могут поздравить своих детей с этим днем. И могут кого-то защитить и подарить подарок. Раньше на Древней Руси их считали самым главным богатством. И их рождают мамы, и они всегда их берегут. А сейчас дети – не главное богатство? Главное богатство, сейчас тоже. 1 июня – не только веселый праздник с подарками и воздушными шариками. День защиты детей – это повод напомнить обществу о необходимости соблюдения и уважения прав ребенка. Некоторые плохо знают правила дорожного движения и могут выйти на дорогу на красный свет. Его может задавить машина. Для этого существуют учителя, чтобы им все объяснять, чтобы потом, когда они вырастут, они знали эти правила. А родители не должны объяснять? Должны. А какие права есть у детей, знаешь? Должны помогать родителям, там, ходить в магазин, может быть, убираться, ну, еще шалить, так как ни один ребенок не может так спокойно сидеть. Какие у ребенка есть права? У ребенка есть права на жизнь, на самообразование. Вот если ребенок хочет, допустим, мне очень нравится играть на гитаре, вот я пойду, но до этого я уже сама играла. Я хотела, я и играла. То есть он может иметь право на свои желания. Так, а помимо прав еще обязанности есть? Какие обязанности у ребенка есть? Убирать за собой, поиграл, убери. Еще хорошо учиться. Любить родителей, уважать, помогать им. Какие права есть у детей? На воспитание, еду, лечение и отдых. Помимо прав, у детей еще и обязанности есть. Что дети должны делать? Убирать за собой игрушки. Когда учиться хорошо, не получать двойки. Родителям помогать. За собой утренние дела делать, кровать заправлять, умываться, зубы почистить. Поддержка семей, создание условий для развития ребенка – приоритет государственной политики России. Норма, закрепленная в Конституции нашей страны. Среди мер поддержки семей – единовременное пособие при рождении ребенка. Оно положено всем российским семьям. Выплата материнского капитала. Помощь с выплатой ипотеки для многодетных. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Кроме того, предусмотрены ежемесячные выплаты от трех до семи лет. И пособие будущим мамам, если среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум. В 2009 году по указу главы государства в России создали институт уполномоченного по правам ребенка при президенте Российской Федерации, который активно развивается в регионах страны. Также существует система местных органов опеки и попечительства, которая призвана следить за благополучием детей в семьях на своей территории. В России появится льготная ипотека на самостоятельное строительство частных домов. Правительство запускает пилотную льготную ипотечную программу. Льготная ставка по ней не будет превышать 9%. Максимальный размер займа в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 12 миллионов рублей. Для остальных регионов – 6 миллионов. В этом году планируют выдать около 8 тысяч кредитов на строительство таких домов. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Третьего июня в 15 часов филиал МГУ проведет День открытых дверей, перспективы и возможности. Мероприятие пройдет в онлайн формате. На встречу участники смогут задать вопросы и узнать подробности о карьерных перспективах для студентов, инфраструктурном развитии Академгородка и научном прогрессе в Национальном центре физики и математики. Трансляцию проведут в сообществах филиала в социальных сетях. Численность населения Нижегородской области сократилась почти на 200 тысяч человек. В регионе проживают 3 миллиона 119 тысяч жителей. Об этом свидетельствуют предварительные итоги всероссийской переписи населения, опубликованные Росстатом. Согласно информации, это 94% по отношению к данным о численности населения региона, зафиксированным в материалах всероссийской переписи 2010 года. При этом 2,5 миллиона переписанных нижегородцев в городское население, а сельчан в регионе 626 тысяч человек. В России вступает в силу закон, ужесточающий требования к тем, кто владеет оружием или имеет право на его приобретение. Он начнет действовать с 29 июня. Главной его новацией увеличен возрастной ценз на приобретение оружия. Теперь, чтобы стать обладателем травматического пистолета или гладкоствольного охотничьего ружья, надо дождаться своего 21 дня рождения. До сих пор такое оружие могли приобретать при определенных условиях те, кто достиг 18-летнего возраста. Новые поправки оговаривают некоторые исключения. Владеть собственным оружием могут и более молодые люди. Это те, кто уже отслужил или служит в армии, в государственных военизированных организациях, имеют воинские либо специальные звания или классные чины юстиции. Детский отдых в России возьмут под особый контроль, чтобы предотвратить работу несанкционированных лагерей. С поручением об этом на селекторном совещании выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она подчеркнула, что деятельность таких учреждений должна пресекаться, поскольку несет риски для здоровья детей. Попова также заявила о необходимости создания благоприятных условий для летнего отдыха детей с ограниченными возможностями. В этом году в детских оздоровительных лагерях смогут отдохнуть не менее 5 миллионов детей, что на полмиллиона больше, чем в прошлом году. Это связано также со снятием ограничений полнополняемости лагерей. Самих организаций будет работать больше на 3%. Также с этого года предусмотрено дополнительное финансирование на создание условий для инклюзивного детского отдыха в летних оздоровительных лагерях. Всего в ближайшие 3 года будет выделено 300 миллионов рублей. Средства пойдут на создание доступной среды для детей с особенностями здоровья, а также переобучение специалистов, которым предстоит с ними работать. В молодежном центре работает горячая линия для подростков и их родителей. Молодые люди могут обсудить сложную ситуацию в жизни или просто выговориться. При этом звонившим гарантируют полную анонимность. Куда звонить, если нужна поддержка, рассказала психолог Наталья Зинатулина. Телефон доверия, слушаю вас. Сообщать о своих проблемах, попробовать найти выход из сложной ситуации или просто поговорить по душам. В молодежном центре продолжает работать горячая линия для подростков и их родителей. Каждый четверг молодые люди, оказавшиеся в сложной ситуации, столкнувшиеся с какими-то трудностями в отношениях с близкими людьми, могут набрать номер 99313 и рассказать об этом специалисту. Подросток, если у него какие-то проблемы во взаимоотношениях с родителями, со сверстниками, с противоположным полом, а также если он испытывает какие-то стрессы, депрессивные состояния, либо он начал что-то употреблять и понимает, что он не может, допустим, поделиться с родителями, но может обратиться к нам. Все звонки анонимные. После обращения по телефону, если Наталья видит, что подростку или его родителям нужна дополнительная поддержка, то он означает консультацию в молодежном центре. Также она работает с обращениями в чате. Сообщение можно оставить в группе ВКонтакте, психолог отвечает. Если подросток не хочет писать с личной страницы, можно написать с анонимной. Дальше кабинета в молодежном центре информация не пойдет. Проблему замалчивать нельзя, считает Наталья. Подростковый возраст сейчас помолодел, и с 9 лет это прям уже нужно обратить внимание на ребенка, смотреть на то, с кем он общается, круг его общения, чем он занимается, как проводит свободное время. Опять же, сколько времени он уделяет гаджетам, то есть сколько он в телефоне, в компьютере сидит. Потому что гаджеты очень сильное влияние оказывают. Звонки по телефону горячей линии для подростков принимают каждый четверг с 15 до 18 часов. В Саровском физико-техническом институте подвели итоги спортивного сезона. Студентов, отличившихся в различных дисциплинах, наградили грамотами и подарками от Департамента по делам молодежи и спорта и Российского федерального ядерного центра в НИЭФ. Физика, математика, информатика, футбол, волейбол и баскетбол. Во всех сферах студенты Саровского физико-технического института участвуют в соревнованиях и побеждают. В актовом зале спортсмены, тренеры и все, для кого спорт является неотъемлемой частью жизни, получили свои заслуженные награды за отличные результаты в сезоне 2021-2022. Я выступала на Атмиаде 2022 в лыжных гонках, заняла первое место в личной гонке и в эстафете мы заняли второе место. Во время торжественной церемонии студенты-спортсмены получили благодарственные письма от РФИАЦ ВНИЭФ за активное участие и достижение высоких результатов во всероссийских соревнованиях различного уровня, значительный личный вклад в развитие спортивного имиджа РФИАЦ ВНИЭФ и привлечение жителей города Саров к здоровому образу жизни. В госкорпорации РУСАТОМ спорту уделяется огромное внимание и у нас в ядерном центре спорт тоже на первом месте. Сегодня такое мероприятие посвященное спорту, посвященное награждению за победу в Олимпиадах, поэтому победы нужны как в спорте, как в науке, так и в жизни. Считаю, что все ребята, которые сегодня получат награды, получат дипломы, получат памятные призы, все они ждет их будущего успеха, и они принесут значительный вклад в развитие российской науки и оборонной тематики РФИАЦ. Студенты с РФТИ показали высокие результаты в спортивных состязаниях по легкой атлетике и лыжным гонкам, на забегах, в футболе, баскетболе, волейболе и хоккею. Где только нет уже института, да, волейбол, футбол, мини-футбол, ну, все виды спортов, поэтому это прекрасно, и это еще одно место, где могут себя реализовать студенты. С 2022 года РФТИ начал присваивать спортивные разряды студентам. Так, на мероприятии вручили 9 книжек, а в будущем еще 7 юношей получат перворазрядные награды. Также студенческое спортивное движение с РФТИН и Яумифи отмечено наградой администрации города в номинации «Лучший спортивный клуб 2021». В день защиты детей на базе спортивной школы «ИКАР» команды дошкольников сразились на муниципальном этапе спортивного чемпионата по Космоболу 5+, в рамках проекта «Школа Росатома». Победитель турнира представит Саров в финале среди закрытых городов. Космобол – упрощенный вариант игры в гонбол. Командная спортивная игра, в которой используется специальный ручной мяч. Команда состоит из шести человек, одного вратаря и пяти игроков на поле. Цель участников – забросить как можно больше мячей в ворота соперника, соблюдая при этом правила игры. Ребята из детских садов города сразились во втором спортивном чемпионате «Школа Росатома» по Космоболу 5+. В этом году 8 детских садов, мы их поделили на пары. Скажем так, образовалась у нас одна четвертая финала. Команда играет на сразу выбивание, на вылетание. То есть проиграл, проиграл и уехал, скажем так. Команда победителя ждет свои пары и в итоге выявляет сильнейшую. Перед тем, как выйти на большую площадку, команды тренировались в своих детских садах. Разучивали правила игры в Космобол, оттачивали технику, разбирали ошибки. Победитель чемпионата прошлого года – детский сад номер один – в этот раз выбыл из гонки за золото. Поэтому передал кубок главному суде соревнований для следующих лидеров. Кубок прошлого года передаем главному суде соревнований сегодняшнего фестиваля. Игры за призовые места выдались по-взрослому серьезными, с высоким эмоциональным накалом. Золото спортивного чемпионата школы «Росатома» по Космоболу «5 плюс» взяла команда детского сада номер 30. Потому что мы очень много тренировались. А я раньше от Длины тренировался. И поэтому мы заняли первое место. Я тренировался на Икаре. А я слышал Григорий Анатольевич, что он говорит и выполнял его слова. Теперь команда-победитель муниципального этапа представит Саров в финале, который пройдет осенью в городе Лесном. Светлана Ярунова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей.